В 1471 году царь Иоанн Грозный, прибывший в Куты, спрашивал, почему не открывают гробы преподобного Варлама. Игумен на фонарил ответил, что нет на то воли Божией. Иоанн сейчас же приказал открыть гроб своего святого Варлама. Но едва начали открывать крышку гроба, как оттуда вырвался пламень, который опалил стены храма. Царь в ужасе бросился вон из храма, забывший даже свою палку, которая до сих пор находится в обители. В память этого совершается празднество преподобному Варламу в пятницу после недели всех святых. «Живите так, как будто готовитесь умирать каждый день», — говорил преподобный Варлам в своем предсмертном наставлении. «И действительно, если мы рождаемся за тем, чтобы умереть, то есть возродиться для жизни вечной, то самая лучшая польза от всей жизни — умирать ежедневно. Иначе жить так, как будто должны, должно каждый день умирать». И святитель Василий Великий говорит, «Всем нам, братья, нужно и полезно, как путникам или скорохонам, уготовившись в путь и придумав все средства к облегчению душ, в этом шествии поспешить к концу пути». И в самом деле, не представляется ли, что настоящая жизнь распростирается каким-то нестравненным непрерывным путем и шествием, которое разделено возрастами, как перепутями. Началом путешествия является для каждого материную муки рождения, а концом поприща — гробовые обители. Всех нас к обителям сим и приводит жизнь, одних скорее, других медленнее. Одних, когда пройдут все расстояния времени, а других — прежде, нежели расположиться на первом перепуте жизни. От иных путей, которые ведут из города в город, можно уклониться и не идти путем, каким не хотим. Но этот путь, хотя бы мы и хотели отложить шествие, захватив насильно находящихся на нем, влечет к назначенному владыкой пределу. И тому возлюбленные, кто однажды приблизился ко вратам, ведущим в жизнь сию, и вступил на этот путь, невозможно не прийти к концу оного. Но каждый из нас, по оставлению им материнского недра, тотчас объятый потоками времени, увлекается ими, всегда оставляя прожитый им день и никогда не будучи в силе, хотя бы и желал возвратиться к вчерашнему дню. А мы веселимся, стремясь вперед, радуемся, переменяя возрасты, как будто приобретаем что. Почитаем счастливым, когда то из отрока делается мужем, а из мужа старцем. А не знаем, что всякий раз столько же утратили мы жизни, сколько прожили. Не чувствуем утраты жизни, хотя всегда измеряем ее прошедшим и мимотекшим. Не знаем и того, сколько захочет дать нам времени на путь, выславший в это путешествие. И когда он отверзет каждому из спутников двери входа, не помышляем и того, что ежедневно должны мы быть готовы к путешествию отсюда, и не сводячей ожидать мановения владыки. Ибо сказано в Евангелии от Луки, Христос говорит, «Да будут чресла ваши припоясанные и светильники горящие, и вы будете подобны людям, ожидающим возвращения Господина своего с брака. Дабы когда придет и поскучит, тотчас отворить ему. Аминь». Спасибо. 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 Спасибо.